Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мона присоединилась ко мне в этой войне и получила из-за меня пулю Ее тело скрыли от меня двери уезжавшего муфта Я убил Николя Я сдался полиции У меня хватало улик и я знал, что Уоден сдержит слово А я? Я лгал себе, что все закончилось Но я был жив, а моя семья мертва До конца было еще далеко Черт, не вышло из меня сильные женщины Они все мертвы Любовь убивает Любовь? Что я мог сделать? Прошлое как провал Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже Все страшней, все ближе Выход один Заглянуть туда Мы на месте, повторяю, мы на месте Словно заглянуть в собственную могилу Проверить местность, не стрелять Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову Мы его теряем Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум Он в шоке, две больших капельницы и в реанимацию, быстро Не реагирует, на нем вообще живого места нет Мы его теряем Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может Потом открыл глаза и все вспомнил Она была мертва Боль Мое преступление зияло за спиной черной бездны Прочь, бежать, бежать как можно дальше Мир рушился и я бредил Прочь оттуда Мы на месте Догонки Макс Бэй Ну же Макс Бэй С тобой закончили! В твоём, в твоём! Макс, 9-11! Макс, простишь ты? Беги! Беги! Есть здесь кто-нибудь? Макс, насчёт Тайвичка. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. Пейна я уберу, считать он труп. Полиция Нью-Йорка, не с места. Нашёл его. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейнс! Уинтерсон! Уинтерсон на зону. Уинтерсон на зону. Уинтерсон на зону. Уинтерсон на зону! Меня схватили землетки и зону. Черный бар... Девушки отдыхают Нет, я не могу Что за? Девушки отдыхают Прошлое не сбежишь Будешь только бегать по кругу Пока не упадешь в ту самую пропасть Из которой пытался выбраться Только на этот раз Она будет еще глубже Я пытался убежать от прошлого Перечеркнуть его Уинтерсон была мертва А я стал убийцей Нет, неправильно Началось все до больницы Тогда роковой шаг уже был сделан Мосты сожжены И дальше было только хуже Вспоминать точно Собирать разбитое зеркало Осколки режут руки Отражение дробится Сам меняешься Так можно сойти с ума Или обрести свободу Вы там! Трассайте оружие И выходите с поднятыми руками Вспоминаешь какой-нибудь пустяк Не пошел сразу домой Заболтался с коллегой И видишь, что Это, оказывается, был выбор Оцепить здание Перекрыть все выходы Целуя ее Я думаю, как жесток закон причинности И где подкрепление? Звони в центральную Всех, кого можно сейчас же сюда Мне страшно Но я снова с самого начала Прослеживаю свой путь К месту преступления Я жаждал понести наказание Но Альфред Уоден Сдержал слово Смешно сказать Его трудами я вышел из боя И не без потерь Даже героям Благодарить было тошно Я бросил отдел по борьбе с наркотиками Вернулся на прежнюю работу В Нью-Йоркскую полицию Сообщение о стрельбе на складе Подтвердите Принято, еду Вас поняла Детектива из отдела убийств Туда не звали Но адрес был знакомый Хозяин склада Владимир Лем С этим представителем преступного мира Мы были давно знакомы Словно братья по разные стороны баррикад Так он однажды сказал Дайте подкрепление Они вооружены Возможно, есть заложники Двадцать минут Открепление начинают Я иду внутрь С прошлым я ничего сделал Поэтому просто Стрельбе на дорогу И дядя взял глаза Я решаю мелкие проблемы Проследуя преступления Стрельбе на улице Сдохни, сука Стоять! О, нет Нет Полиция Эй, полегче, полегче Я тут просто убираюсь Че по закону, че слово Я работаю на фирму Чистка до блеска Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет А, стойте Вы имеете в виду сверху Из оружейной мастерской Отведи меня туда Живо Конечно, если вы так этого хотите Знаете, клявую Он хотел завести меня в ловушку Преступники переоделись в уборщиков Клявая Вообще-то я человек мирный. Ну как же меня бесит, когда они так делают. Ауфман ждёт в фургоне. Пушки тоже уже там. Как только ребята разберутся с этой Джеки, брат, тебе конец. На вид это было похоже на оружейный склад. Только на автоответчике было сообщение. Это Эни Фин. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. Я же сказал тебе сесть. Хватит трепаться. Кончай с ней. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты крошкой не работаешь. Что вам нужно? Мы можем. Полиция! Бросить оружие! Решай её! О, нет! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог её спасти. Дай ему уйти! Ну сколько можно ждать? Что, они обнимаются там с ней, что ли? Всё, надо сворачиваться. Хаупман говорит, нам пора ехать. Уважаем, спасибо! АААААА! Приколепи! Уважаем! Уважаем! Ну давай, давай! Наконец-то! Мона? Макс, нам пора перестать встречаться таким образом. Мона! Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто сама... Отделайте его! Подкрепление прибыл. Но уборщик лови. Мона! 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 Мон! Моном! Момер! Субтитры делал DimaTorzok Макс! Ты в порядке? В порядке, черт подери. Слушай, мы все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Пей. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я старался вести себя профессионально. Но все изменилось, когда подошел тот лифт, открылись двери и появилась Мона. Энни Финн изготавливала оружие и торговала им совершенно законно. Хозяин склада Владимир Лэм. Там были три силы. Во-первых, те трупы, связанные с русскими бандами. Работодатели Финн. Во-вторых, мафия. И, наконец, это публика в комбинезонных уборщиков. Они говорили про какого-то Кауфмана. Гнусная история. Причем худшее впереди. Не нравится мне это. А мне тем более. Пейн, возьмешь этот бред. Уинтерсон, тебе убийство Себастьяна Гейта. Мечта газетчиков. Сенатор? Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. И бравура это знал. Там повезло. Есть свидетель. Она стояла за моим плечом, шепча советы. Я не хотел ее слушать. Уинтерсон подозревала Мону. Я не стал говорить, что ее видел. Решил их запутать. Может, из-за того, что она осталась жива, когда все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Аппарат детектива Уинтерсон? А ну, дайте сюда. Ваш кавалер. В компьютерных досье не нашлось ни фирмы «Чистка да блеска», ни Кауфмана. Я поехал к Владу узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Филла. Влад купил старый клуб «Рагнарёк» и собирался устроить там модный ресторан водка. С появлением Моны что-то сместилось, начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Влад! Макс! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей грязкой чувствовалось... Дамы и господа! Позвольте представить вам Макса Бэйна. Он первый в Нью-Йорке по количеству... Макса Бэйна, я бы с удовольствием вышел в среду тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от пункта. Влад, заткнись и оставайся в живых. Я уже иду. Вышли его! Он идет за вами! Макс, выстреляйте жопу, жопу! Проблем! Это вам как, суки? Эй, ты Макс Бэйн? Боюсь, что да. Макс, это я, Майк, друг... Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Они сами напросились! Ты просто иди по следу! Сегодня здесь серьезные стволы. У Интерсон ухитрилось бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Макс, друг мой! Мне, конечно, весело! Но патроны уверены в конечный! Давай, живи! А? Давай, живи! Давай! 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 Влад не мог дольше держаться. Может быть, уже было слишком поздно. Продолжение следует... 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 Гадовый вентиль был в подсобке. Я выключил вас, и пожар на третьем этаже больше не подъехал. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. 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 Я попал за декорации Конец пути был все ближе Когда я первый раз встретился с Моной Ее сестра-близнец была убита Это, наверное, похоже на безумие На шизофрению, наоборот Когда твое второе «я» внезапно замолкает Мы оба потеряли своих близких Оружие и взрывчатка Не оставляли никаких сомнений Насчет ее рода занятий Ты куда-то собрался? Знаешь что, Мона? Певица ты никудышная Ты изменила тактику Нам надо поговорить Дай полотенце, а? Раз уж ты здесь Можешь прикрыть мне спину, пока я одеваюсь Все, что она мне рассказала Это что нас кто-то хочет убить Судя по ее поведению В опасности был только я один Нет уж, расскажи мне все Внутренний круг И что? Тайное общество Убирает всех, кто знает о его существовании Да ладно, брось Где доказательства? Я знаю одного человека оттуда Он готов говорить Альфред Уоден? Альфред Уоден? Нет В любом случае, я могу отвезти тебя к нему Она явно сказала мне не всю правду Пойдем История круга История круга восходит к древним масонским обществам Они способны убить или купить кого угодно От самого президента А я-то думал, что теория мирового заговора вышла из моды Мы на месте И они тоже Нет уж Оружие буду применять только я Какой этаж? Они пришли за ним Лифты управляются с помощью ключей от квартир и с этого пульта Они отключили почти все этажи, на которых находятся Охрана включила сигнализацию, прежде чем их убили Надо действовать быстро Может, просто подождем полицию? На, держи Нам нужно быть на связи Ты управляй отсюда лифтом, а я пойду Я иду наверх Смотри, ты мужчина У меня здесь есть планы этажей Я тебя проведу Кстати, а как ты выжила? Я видел, как пуля попала тебе в голову Может, она там и осталась? Помогает мне думать Чтобы это сработало, я должен был ей довериться Ладно, за работу Удорщики впереди и слева Охраняя дверь Коркараса В другом конце зала Дверь заперта Попробуй крайнюю дверь справа Около большой квартиры В квартиру Коркарана можно попасть через балкон Они убираются и в других квартирах Коркаран сказал, что другие члены Друга живут в этом Я нашел тело Худой парень в костюме Это не Коркаран Он человек крупный Я на балконе Я на месте Немного осмотрюсь Иду наверх Остановите его Мы опоздали Он уже мертв Пора осматриваться Уходи оттуда Уборщики идут к тебе из вестибиля Я не мог уйти, не прихватив ни единой улики На снимке группа мужчин на фоне особняка Там был Коркаран Там был сенатор Гейт И Альфред Уоден тоже Все оказалось правдой Здесь действительно был замешан внутренний круг КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok